Я даже тут стеклянную чашечку приготовила, которую мне сёстры на Новый год подарили. И свечку нажгла с яблочком, чтобы зритель был ароматно. Чёрный чай, зелёный чай. Вот пуэр равносильно, допустим, чёрный или зелёный чай. Такое же вот название. Пуэр. Если пуэр воспринять как просто пуэр, допустим, сорт чая под названием пуэр, который вот именно так вот изготавливается и так далее, не потому, что он из провинции пуэр или из какой-то деревни пуэр с таким же одноимённым названием, а именно как вот сорт чая. Вот, допустим, есть зелёный чай порох. Его могут делать в какой-нибудь Индии, в какой-нибудь России или в каком-нибудь Китае. Или ещё где-нибудь. А есть пуэр, который изготавливает по образу и подобию пуэра, который там монахи в своём подземелье где-то хранили от безысходности, потому что были бедны как мышь, которой ни черта нет. И вот им приходилось пить этот пуэр, который впоследствии стал... Вау, какой крутой чай! Чёрный чай, зелёный чай, пуэр и так далее и тому подобное. Травяной чай, цветочный чай. Пуэр. В принципе, тут вот видно эту золотую плесень. Она такая жёлтенькая. Я сейчас постараюсь на камере, может, приблизить или показать как-то поближе, потому что, ну, не все же это видят. Даже, наверное, сейчас сделаю вот так. Я временно отрубаюсь. Случилось страшное. Камера почему-то нифига не писала. Вот уж порадуются тем, кто радуется, когда у кого-то случаются проблемы. Короче, я решила, раз уж такая фигня получилась, то... Потому что я ещё к камеру подходила проверить на камере, как у меня почему-то случилось. Четыре кадра, но нету как бы ничего. В общем, ты видел, как она выглядит сверху. И первый раз, когда я записывала... У меня не получилось записать внезапно. Оно было, ну, примерно, как вот в чашке. Я решила понюхать пакетик, в котором, кстати, ещё чуть-чуть осталось там буквально милли-милли-милли грамм заварки. Я, правда, пуэр особо никогда не нюхала в сухом виде. Я даже не уверена, не от пакетика ли это пахнет, или именно от чая. Но мы можем вот это понюхать. Я, наверное, не нюхать чая, потому что он очень слабо, отдалённо имеет какой-то запах. Наверное, более похожий на вкус. Вот моё выпущение, я как-то не очень разбираюсь в индийском, цевилонском чайном чайном. Вот мне как-то это мимо прошло. Я иногда так покупаю какой-нибудь самый дешёвый, чисто чтобы его смикшировать какими-нибудь специями, там, с какими-нибудь травами, или просто делать чифирчик себе. Или смешать с красным вином, которое можно добавлять в этот самый чай. Сейчас у меня вот находится пино нуар инкерман. Я не разбираюсь в вине, просто мне много раз объясняли, но для меня это примерно как радиус и диаметр. Кто кого дополняет, фиг знает. Причём, ну, бывает такой чёрный чай, нифига не насыщенный по цвету. И знаю просто, что бывает такой супер хороший насыщенный чёрный чай, причём может быть какой-нибудь супер пришёлый. А может быть супер дорогой какой-нибудь крутой чёрный чай. А по цвету вот, как вот это вот. Я хотела тогда достать миндаля к чаю, но так получается, что я ем без всего. У меня вообще тут есть грушка. Но с другой стороны, я сейчас напьюсь чая, смонтирую ролик, ещё что-нибудь сделаю такое путное. Меня ещё на завтра послали в одно место, где сказали лучше ехать на автобусе, потому что грязно. Но у меня есть резиновые, можно, в принципе, пройти в резиновых и, ну, сесть на автобус, доехать до механки, пересесть на автобус, доехать до Соснового и вот так вот. Не то, чтобы я бомжую. У меня как бы есть деньги, я за последний месяц что-то на такси дохрена, ну, в смысле, на маршрутках дофига проездила. Но как-то мне удобнее пройти в резиновых и допрогуляться. У меня тут есть ложечка, которой я накладываю, мочу, ну, с порошковый чай в чашку, и у меня была родня. И эта ложечка ещё с механки, она мне очень нравилась. Мне тогда всегда было интересно, маленькая, для чего это маленькая такая ложечка. Маленькая мне была, интересно, для чего маленькая ложечка. И тетя мне сказала, что такая за горчичная ложечка. Я как-то на Алиэкспресс заказала ложечку бамбука, будет, для мочи. И она пришла такая, ну, щепочка, не очень качественно сделала, и она хлобыкнулась. Сломалась эта ложечка. А я поняла, что у меня есть вот эта ложечка, которая по граммам примерно такая же. У меня подруга, когда заваривает чашки, она всегда размешивает чай. Он так быстрее заваривается. А если заваривает в чайнике, бывали такие моменты, ещё на прежней моей работе. Официально первый, неофициально второй. Она, если в чайнике, допустим, из чайника залил заварку, потом из чашки обратно в чайник залил, называется это поженить. Не знаю, может, это вы реально называете поженить, а не только она так называла. Как бы считается, что чай по-китайски, это когда чисто одну заварку, как вот я сейчас сделаю пью. Но у нас называется, вот когда вот так вот в чашке заваривала моя подружка, то это чай по-машински. Хотя точно так же вот заваривал моя бывшая начальница. Ну что, зритель? Рискнём здоровьем, попьём прямо вместе с этой плесенью из чашки заварка, которая чуть-чуть ещё наверху плавает и не хочет утопляться. Если этот ролик ты всё-таки увидишь на канале, значит, этот чай можно пить таким способом. Заваренный в чашке. Я думаю, что тут всё-таки больше, чем пол чайной ложки. Если заваривать пол чайной ложки, как тут всё сказано, это, ну, не вариант. Я думаю, люди писали, мягко говоря, от балды. Либо мало ли какая там чайная ложка. Вот я бывает, беру рецепт, там написано, значит, в стакан обычно в России 250 миллилитров огранённый стакан, или стакан с этими делениями. А иногда там бывает стакан 200 миллилитров. Где они этот стакан берут? Или меряют чашками, в которые 240 миллилитров. Или мне как-то от Кук-Пет пришла какая-то такая бумажка года два назад. А там было вот мерные ёмкости и сколько это в граммах. Думаю, где эти они мерные ёмкости брались? Какого и луны, и потолка? Так вот.